Сегодня мы с вами обсуждаем тему ароматов в вине, ароматов в молодом вине и отвечая на такой ваш вопрос, как стоит ли пробовать молодое вино и можно ли ориентироваться на его вкус. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделю. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Итак, смотрите, что у нас происходит в процессе приготовления вина, в процессе брожения и так далее. У нас есть первичные ароматы виноградной ягоды, у нас есть сахар и у нас есть кислота. Первое, что происходит в момент брожения, у нас уходит в сахар. И самое вообще частое, что бывает, я вино попробую, а оно кисло, ай-яй-яй, все. Что делать? Мы чуть позже более подробно это обсудим, хотя тема кислоты, наверное, и сахар, да, самая вещь, часто упоминаемая на канале, но, к сожалению, так. Эта тема такая, очень актуальна. Значит, у нас сахар уходит, кислота становится более явной. И что еще приходит? Приходит вино вяжущие вещества, тонильные вещества. Сусло становится таким более насыщенным. Либо, может быть, наоборот, чуть позже я об этом скажу. И в дальнейшем начинают появляться новые ароматы. Тоже там вторичные, третичные. Ну, третичные, это вообще далеко-далеко. То есть идет момент превращения. И вот вопрос. Можно ли пробовать вино в процессе приготовления? Можно. Нужно ли это делать? Вот нужно точно не всем. Те, кто боится кислоты, им лучше вот оставить вещество в покое и вообще забыть о нем на пару месяцев. Потому что начинаются такие неправильные телодвижения и, как правило, просто портят вещество. Поэтому нужно это не всегда. И еще нужно делать правильные выводы о том, что мы попробовали. Ну, теперь давайте разбираться поподробнее. Вот мы ягоду подробили. Либо мы отделили сок. Сначала у нас такой приятный, сладенький сычок. Но иногда может чувствоваться кислота. Если у нас нормальный зрелый виноград, то кислота будет легкая, приятная. Конечно, если мы используем виноград незрелый, а бы что, да? Что собрали, что нашли. Ни на что больше не годно. Давай сделаем вину. Но это другая история. Да? Там может чувствоваться кислота и такая неприятная, жгучая и щепучая. Ну, кислота. Вот это, да, тема другого ролика. Здесь не будем обсуждать. Дальше. Что у нас происходит? Допустим, когда сосла бродит на мезге, у нас из шкурок начинают экстрагироваться, выделяться в сок, красящие вещества и тонины, вяжущие вещества. Да? При этом у нас сахар начинает уменьшаться, появляется спирт. Но спирта мы еще не чувствуем. И начинает проявляться кислота. Пока у нас сахара было много, у нас кислота... То есть у нас сахар эту кислоту маскировал, он ее вот так вот закрывал. Сахар уходит, кислота становится заметной. И это абсолютно нормально. У вас первоначальное вино, когда выбродил сахар, оно должно быть кислым. Даже если у вас был обалденно классный виноград, там, я не знаю, чуть ли не с 30% сахара, у вас будет вино кислым или кисловато. И эта норма просто заполнится. И вы ощущаете эту кислоту, только потому что уходит сахар. Но потом она приходит в баланс с другими вкусовыми веществами. В принципе, вино, я всегда повторяю, что это уникальнейший продукт, в котором настолько все продумано. Оно само себя затем сгладит, уравновесит. Если мы там, опять же, использовали нормальный виноград, и мы ему не мешаем, то все будет замечательно. Дальше. Вот что еще я сказала, что из шкурок начинают выделяться тонинные вяжущие вещества. Они частично выделяются из косточек, они частично могут выделяться из грибней, если мы использовали брожение с грибнями. И в принципе, в принципе, когда вот бывают же люди, делают первый раз и спрашивают, а сколько мне держать на мозге? А я вот не знаю, а я вот это. А как мне понять? Ну, никак не поймите, пока через опыт не пропустите. В принципе, в принципе, вы можете пробовать. И если вы почувствуете, что уже так вяжет во рту, уже так серьезно вяжет, все, можно с мозги снимать. Вам достаточно. Вы понимаете, да, что уже для вас это становится таким немножко неприятным, вот это вяжущим. Тоже не надо этого пугаться. Второе, еще раз. Вино, оно само себя в дальнейшем облагораживает. Ты знаете, как щенок или котенок рождается, да, он сначала страшненький такой. Там ушек как таковых нету, и глазок нету, да, и там ползают еле-еле, ротики без зуба, потом появляются зубки, распрямляются ушки, открываются глазки. Сначала походка такая, шатка, да, потом уже начинает нормально, потом вырастает там красивый котик или красивая собачка. Детки рождаются тоже, не самые красивые, да, потом постепенно, постепенно они взрослеют, они становятся на ножки, сначала слабенько, потом уже начинают бегать и так далее. ровно то же самое происходит с иной. Один в один. То есть, да, мы можем вот оценить немножко, если мы понимаем, что все уже предел, да, можем снимать с ноги. Но надо понимать, что это, это не конечный вкус, и в дальнейшем оно еще будет трансформироваться, потом частично пробовать. Поэтому, да, то, о чем я говорила, пробовать можно, но нужно делать правильные выводы. Про кислоту сказала, про тонины сказала. Еще, смотрите, очень интересный момент, который я неоднократно замечала на наших видах. Вот когда закончилось брожение, пробуешь вино, и оно кажется вот реально, как будто кто-то разбавил воду. Мы знаем, мы не добавляем наше вино в воду, ну, это кощунство. Вода и вино, это вещи несовместимые. В воду можно добавлять в вино при употреблении, но никак не при приготовлении. Так вот, все равно есть ощущение, как будто вот есть вино и есть вода. Оно просто еще, вот вся эта ароматика не изгладилась, оно еще не пришло в как бы нужное ему состояние. И поэтому такое может быть, не пугайтесь. Опять же, если получается, что вино вот все-таки слишком вяжущее, слишком терпкое, тоже не пугайтесь, танины эти сгладятся. Кислота, кислота будет претерпевать тоже определенное превращение, сейчас уже не буду расписывать, как это происходит, но кислота тоже будет сглаживаться. Часто вот даже в последнее время задают вопросы горечь. Ой, вот у меня горечь, а я там косточку раздавил. Вы косточки вообще... Вот я виноград ем с косточной. Всегда. И периодически их раскус. Скажите, она горькая? Нет. Она не горькая. От того, что вы там одну-две косточки вдруг раздавили, хотя это надо очень постараться. Ваша вино не будет горьким. И не надо этого бояться. Есть еще такой момент. Горечь могут давать танины. Кстати, те же танины из косточки, особенно если у нас косточка была зеленая. Мы же любим некоторые делать вино из недозревшего винограда, потом держать на мигле там неизвестно сколько. Получается бы что. И вот в иностранной литературе танины расписывают как горечь. Но, честно говоря, я на своем опыте никогда не чувствовала танины как горечь. Я их чувствую вот как танины. Как зеленая хурма вяжущая. Как у кого были когда-нибудь проблемы с десном, кто полоскал их дубовой корой, тот тоже знает о чем. И говорит, что все стягивает. Но все-таки после окончания брожения легкая горечь в вине она может присутствовать. Надо ли ее бояться? Нет. Вам надо понаблюдать. Даже если вы там подробили косточки, даже если вы там передержали, все равно эти танины, они, конечно, не полностью, но частично со временем сгладятся. Поэтому не надо вот попробовать, да, а ее сразу делать. Другое дело, если вы попробовали, вы понимаете, что прямо она вообще горькая. Ну, тут уже, да, тут уже вопросы, что с этим есть. Некоторые процессы необратимы, когда вино уже исправить нельзя. Но, опять же, это не тема сегодняшнего ролика. Мы не про горечь, мы, в принципе, про вкус и ароматы в молодом вине и на что стоит ориентироваться. То есть легкую горчинку мы не боимся, даем вину время и всегда говорю, что имейте дома большие, хорошие бокалы, миллилитров на 700, на 800, форма тюльпан, можно форма шар. Налили чуть-чуть в бокал, поболтали и вообще оставили его на полчаса. Посмотрите, что в это время происходит с вином. Как оно реагирует, как оно себя ведет. Уходит эта горечь, не уходит. Почувствовали какие-то запахи? Проверьте, уходят они или нет. Что еще может в это время появиться? Может появиться летучая кислотность, запах ацетона, запах лака для ногтей, легкий уксусный запах. Кстати, опять же, возвращаясь к уксусу, кислоте, почему-то у некоторых людей, они считают, если кислая, то это уксус. Ребята, кислая и уксус, это разные. Если вы едите кислое яблоко, ну что, уксус? Ну, или лимон. Если вы едите лимон, это уксус. Кислота и уксус, запомните, это разные вещи. И кто не знает, как определить, уходит вино в уксус или нет, ну, купите в магазине уксус и понюхайте ее. Ну, там ничем не ошибешься. Уксус пахнет, и пахнет очень сильно. Но, смотрите, какой нюанс. Вот. Ацетон, лак для ногтей, легкий уксусный запах. Почувствуй, что делать. Наливаем в бокал, болтаем, оставляем, на полчаса уходим погулять. Пробуем, уксусный запах ушел. Замечательно. Ацетон ушел. Замечательно. Это летучая кислотность. Почему она появляется? Потому что вы не соблюдаете технологии приготовления. Потому что ваше сусло, оно не защищено от кислорода и при взаимодействии с воздухом, с кислородом, определенные вещества окисляются и дают вот эту вот летучку. Нежелательно ее иметь, нежелательно пить вино с летучкой. Но хорошая новость в том, что она уходит через некоторое время. И более того, я вам скажу, что некоторые сорта, допустим, у меня они подхватывают летучку, периодически подхватывают реформу, но к марту все уходит. Я уже это знаю. И я этого не пугаюсь, не боюсь. Если еще к марту, к апрелю, как правило, все это может уходить и уже можно не волноваться. Но вот если особенно уксусные нотки услышали, то именно проверять, если запах усиливается, это плохо у вас, пошло превращение в уксус. Если уходит, значит все хорошо, волноваться не о чем. Что еще может быть? Могут быть еще какие-то другие запахи. Однажды, у меня была маленькая партия вина, я там тренировалась по оклейке. И вот там я почувствовала вкус мяса. Представляете, вы делаете глоток, и как будто вы выпили мясо. Или колбасу. Такое. Странно, да? О чем я говорю? Ну такое может быть. Вот это тоже окисление, и это уже глубокое окисление, которое, скорее всего, необратимое уже такое вино. Ну, можно пробовать что-то делать, но вряд ли. То есть в процессе приготовления мы пробуем, мы смотрим, но мы проверяем больше на патологию. Делать выводы. Как бы о том, какая ароматика, рановато по кислоте. Выводы не делаем, да? По сахару тем более вообще. Идеально делать вино сухое. Если мы делаем вино с остаточным сахаром, то это остаточный сахар, они добавлены, и там свои технологии. Касательно там плотности, танинов, я уже вам сказала про горечь, тоже сказала, что легкая горчинка может быть еще, кстати, горчинка может быть, если вы работаете с мускатными сорта. Что опять же, они при окислении эту горчинку дают. И еще возвращаясь, горечь и горчинки, как отличить? Смотрите, если горчинка вот такая, как у грейпфрута, ну, я думаю, все пошли грейпфрут, знают, о чем я говорю, то опять же, ну, это может быть абсолютно норма. Если уже что-то другое, смотрим, наблюдаем, не делаем выводы сразу. сероводород, тухлые яйца, это задушка, чаще всего появляется, если используется культурная дрожжи, и не хватило питания, но иногда это может быть с покупного винограда, видно, он там повышенно обрабатывался серой, и такое может быть. Что делаем? Проветриваем, переливаем из емкости в емкость с максимальным разбрызгом. Как правило, помогает, все это уходит, но, конечно, задушка тоже, она бывает вторичной, третичной, и бывают те моменты, когда исправить сложно, либо вообще невозможно. То есть, смотрите, когда мы готовим вино, то первые пару месяцев мы больше ориентируемся на выявление болезней, на выявление каких-то патологических процессов, на выявление посторонних запахов и вкусов. Самое важное, оставьте в покое кислоту, вино, нормально, чтобы оно было кислое, кисловатое, да, оно потом уляжется. Вкус может казаться разбавленным, вкус может казаться таким, ну, недостаточным, опять же, со временем он сформируется, сгладится, и вино станет более таким комплексным, более сложным. Это тоже вполне нормально, вполне естественно. Потом реагирует только на какие-то посторонние вещи. Ну, еще вопрос, а когда же его можно пить? Вот, когда оно вам нравится, в принципе, тогда и можно пить. Ну, если вот совсем оно молодое, вы попробуете, вам нравится, вам вкусно. налейте какую-то небольшую емкость, да, и оставьте его про запас. Оставьте его на некоторое время, тогда вы будете понимать, вот там, до весны, да, до следующего лета, что происходит с вашим дном, как оно себя ведет, как у него развивается ароматика. Может, оно будет гораздо вкуснее, чем то, что вы пьете сейчас. То есть, ну, дайте ему сформироваться. Но в то же время, если вам вкусно, если вам нравится, вы получили нужный вам результат, ну, классно, все, выпивайте и наслаждайтесь. Единственное, что я всегда говорю, по кислоте дайте ему время, не надо тут же забивать эту кислоту сахаром, это неправильно. Хотя, опять же, выбор за вами. Каждый выбирает для себя, женщину, религию, дорогу. Я вам только могу посоветовать, как сделать лучше, качественнее и приятнее для себя. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом в описании. Нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов винограда, наши контакты, а также ссылка на плейлист по домашнему винодельнику, где вы можете найти много интересной и полезной информации. И до новых встреч!